Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами об этом неоднократно говорили. Даня Милохин собирался прилететь в Россию. Писал о том, что он боится это делать. Ну вот он прилетел. Прилетел в Россию, гуляет в Москве, выкладывает фотографии. Его встретили в аэропорту. Привет, братан! И так далее. Вы знаете, что он сбежал? Сбежал. Он был в Дубае, в Америке. Спел гимн сопредельного государства. Абсолютно никакой ответственности за это не понес. Сбежал, между прочим, бросив контракт на первом канале о ледниковый период, вы знаете. И почему мы говорим о нем? Мы говорим о нем, потому что он стал своего рода кумиром вот этого поколения. И многих поколений, молодежи. Этот тикток-дом, в котором они жили, рекламировал Малахов в трех передачах. В трех сразу передачах перед Новым годом. Вопрос, кому это было надо? Туда приезжал Киркоров, может быть, вы помните. Там детки 19-20 лет, великовозрастные, не обремененные интеллектом, скажем так, с глазами. Кривлялись, танцевали. Вот на этом создатели зарабатывали. Но была очень активная реклама. Очень активная реклама. С началом операции, естественно, все это ушло. Вот он уехал и пытался там всячески подмазаться. И ничего, естественно, не получилось. Просидел там, проел все, что можно. И сейчас вернулся в Россию. Мы с вами об этом говорили. Потому что он был и на Петербургском международном экономическом форуме. Это пропихнули, очевидно. Это вообще, я считаю, позор абсолютнейший. Потому что это мероприятие, на котором присутствует высшая руководство страны. И там сидит спикером Даня Милохин. Он был и на Первом канале. То есть этот человек, молодой человек, который, как с моей точки зрения, ничего развивающего в умы молодежи не вкладывал. А наоборот все было. Но его пропихивали активно те, кому это было нужно. Не думая абсолютно ни о морали, ни о нравственности. Вот он был за пределами России. Я видел ваши комментарии. Вы писали, нам оно не надо. Пусть сидит там где-то. Он приехал. Он в России. Он готов дальше к труду и обороне. Все. Видимо, возвращается на круги своя. На самом деле очень грустно, друзья. Потому что все это время мы с вами говорили и обсуждали, что вот этот вектор, который поменялся с началом операции к исконно русской культуре, как-то все становится все как было. Осталось только Пугачеву вернуться. Вот что пишет 21-летний Даня Милохин год назад неожиданно нарушил контракт с популярным телешоу «Ледниковый период». Убежал на отдых к друзьям Арабской Эмираты. Он потерял все предложения о работе, сбережения проел, пристроился на иждивение еще там к одному очепенцу. В начале сентября Милохин прилетел в Москву. На время пребывания в столице поселился у друзей. По легенде, даже перелет он выиграл у приятелей. Ну, сейчас еще только не будут говорить. Чтобы привлечь клиентов, гонорар Милохина снизили с полутора до одного миллиона рублей. Но говорят, что в России ему не на что рассчитывать, что с ним не будут заключать. Я думаю, друзья, что осталось достаточно большое количество людей, которые с удовольствием его пригласят, заплатят. Вопрос в другом. Вопрос заключается в том, у меня один. А что происходит? То есть люди, которые уехали в Америку, жили в Америке, сейчас, мягко говоря, в недружественной стране, пели гимн сопредельного государства, они, собственно говоря, возвращаются, им дается право зарабатывать деньги здесь совершенно спокойно. И никакой ответственности они за это не несут. То есть можно дальше дебилизировать молодежь, что без проблем. Волосы дыбом встают, если были, точно встали. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники и запрещенная грамма успехов. Здоровья. Всем пока. До встречи.